Слава Иисусу Христу! Сегодня будем рассуждать на очень интересную тему, которую многие говорят, который снимается фильмом, а Бог делает свои дела. Ну что говорит по этому поводу Википедия? Армагеддон. Вспоминаемое в апокалипсисе место последней битвы. Последней битвы. Сил добра силами зла в конце времен. Да. Ну вот 31 октября. Мы знаем, что это день всех святых. Но так как мозги человеческие любят все перекручивать, то в этот день нас поклоняется нечистью. И несмотря на то, что много трагических событий происходит из-за этого, что Бога обижают, все равно люди продолжают заниматься ерундой. Вот. Ну, Бог, конечно, молчать не будет и не молчит. Это духи бесов совершающие знамение. Вот. Эти духи, оказывается, выходят к царям всей обитаемой земли, чтобы собрать их на войну Великого Дня Бога Всемогущего. Но так как это 30-е, 31 октября, планируется сейчас уже у нас какой-то там G20 очередной. И собирается правители 20 стран решать глобальные проблемы. Ну, конечно, вакцинации. Я так поняла, там проблемы рождаемости хотят решать, потому что для них уже очень много населения на земле. Надо же как-то с этим справляться. Вот. Ну все. Приходим к своему концу. Я не знаю, почему G20 организовали 30-го, 31 октября. Вот. И я не хочу называть этот праздник, который очень массово празднует почему-то. Вот. Не почитая Творца, а почитая бесов. И в этот день собирается правительство 20 стран, чтобы решать проблемы. Интересно, с чьей помощью они будут решать эти проблемы? С помощью бесов? Они серьезно хотят помочь человечеству в этот день? Или это так совпало? Или они уже поклоняются Днем Святых? Ну, День Святых, наверное, надо уже как-то... когда переименовать, отречься этих праздников. Ну, а мы продолжим размышлять в описании, потому что Бог совершает свои дела, конечно же, через святых, через верующих, через тех, кто ищет живого Бога. Вот. И что же говорит Писание по этому поводу? Я сегодня открыла девятую главу. И пятый ангел протрубил, и я увидел звезду с неба, упавшую на землю, и дан был ему ключ от колодца бездны. Это пятая глава Откровения. И он открыл колодец бездны и поднялся дым из колодца, как дым большой печи. И померкло солнце и воздух от дыма колодца. Из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей сила, как имеют силу земные скорпионы. И сказано было ей, что она не причиняла вреда ни земной траве, ни какой-нибудь зелени, ни какому-нибудь дереву, а только людям, которые не имеют печати Божьей на лбах. И дано было ей, чтобы она не убивала их, а чтобы они мучились пять месяцев. А их мучение, как мучение от скорпиона, когда он поразит человека. И в те дни люди будут искать смерти, ни в коем случае не найдут ее, и будут жаждать умереть, а смерть бежит от них. Саранча, подобно коням, приготовленным для войны, и на ее головах, как бы венки, подобные золоту, а ее лица, как лица людей. И она имела волосы, как волосы женщин, а ее зубы были, как у львов. И она имела нагрудники, и как нагрудники железные, и звук ее крыльев, как звук колесниц у многих коней, которые мчатся на войну. И она имеет хвосты, подобные скорпионам, и жало, и в ее хвостах ее сила причинять вред людям пять месяцев. Она имеет над собой царя, ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески имя у него Аполеон. Но это еще не все. Это первое горе прошло. Ну вот я похоронила свою маму, и так Бог дал, что она умерла скоропостижно. Ну вот описывается страдание, мучение, мученическая смерть, описано в девятой главе. Кому такое счастье привалило? И первое горе прошло, вот приходят еще два горя после всего этого. И шестой ангел протрубил, и я услышал один голос из четырех рогов, золотого жертвенника, который перед Богом. Говорящий шестому ангелу, который имел трубу, освободи четырех ангелов, связанных на великой реке Ефратий. И были освобождены четыре ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, чтобы убить треть людей. И число войск конников двести миллионов. Я услышал их число. И тут тайна, потому что получается, что смерть это еще не наказание Божие, это не суды. Если человек умер, то не значит, что он погиб. Понимаете? И вот эти люди, которые написано, что вот и были освобождены четыре ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, чтобы убить треть людей. Эти треть людей, это не те злые люди. Потому что тут как раз, если дата четкая звучит в смерти, так это еще Божья милость для этих людей пришла. И число войск конников, потому что написано, что правник забирается на греха. Моей маме тоже как бы была информация четком для меня, какая дата будет. Четкий день звучал. 24 сентября. Ну, я не знала, о чем это касается, но это было приготовлено для мамы. Для моей мамы дата смерти. Но это не значит, что она куда-то не туда пошла, куда мне хочется. Вот. И число войск конников 200 миллионов. Я услышал их число. И так я увидел коней видений и тех, кто сидит на них, имеющих огненные и геоцинтовые серные нагрудники. И головы коней, как головы львов. А из их постей выходит огонь и дым и серо. Этими тремя бедствиями была убита треть людей, огнем и дымом и серо, выходящим из их постей. Очень хочу сказать. Вы думаете, что Бог вот так вот ходит и судит человечество, так вот смотрит за этим всем? Нет, он установил, как эти вот, хотят мировой порядок установить с первого октября. Мировой, новый мировой порядок, как он там называется, НПП, НМП, НМП. Ну ладно, неважно, что они там хотят придумать, новый мировой порядок никак не могут справиться с человечеством. А оказывается, Бог сотворил так, что мы живем и мы словом убиваем, сокращаем жизнь людям. Знаете, слово, мысли. Это такие законы духовные, они срабатывают на энергетическом уровне. Слово, это вибрация, оно разрушает наше здоровье. Слово, плохое слово, хорошее, наоборот, создают. Хорошее слово, наоборот, лечит души. Вот, и в девятой главе Откровения, когда говорится о том, этими тремя бедствиями была убита треть людей, огнем и дымом серые, выходящими из их постей, это вот это вот, это слово, это то, что из постей, пасть коня, знаете, еще и хвост у коня есть. Так вот эти кони, которые убивают словом, которые прямо тебе скажут еще гадость, а потом еще хвостом хлестнут там, когда уже тебя нету еще с кем-то обсудить тебя. Вот такая жизнь, да? Так люди живут и убивают друг друга словом. Прямо слово сказать, достать, а потом еще походить пообсуждать, понимаете? Вот такое убийство словом, разрушает здоровье людей. Вот так живут люди на земле, вот такими вещами они страдают. Ибо сила коней в их пасть, и сила коней в этих лошадей, которые не удерживают себя от злых слов, которые не молятся Богу, которые не ищут Бога, которые не благословляют человека, не идут поставить свечку за него хотя бы, да? Не станут так или не помолятся за душу, а которые ходят и гадят, гадят, гадят. Ну не такой, как ему хочется, хотя у самого бревном глазу, понимаешь, но щепочку надо всем в ртом достать. И ходят обсуждают, диагнозы ставят. Ибо сила коней вот этих лошадей в их пасти, в их хвостах, понимаешь? Пасть это прямо сказать слово, а хвост еще добить поза глазами. Вот такая пасть, вот такая мразь. Ибо их хвосты подобны змеям и имеют голову. Хвосты подобны змеям. Жалят поза глаза. Ими они причиняют вред людям. И так, знаете, как поза глазам так сидят, и человек понимает, что о нем говорят? Ну так тихонечко, так понимаешь, ну как бы и не стыдно ему, что там ты обсуждаешь, он сходит обсуждая человека там допустим. Сидит напротив, обсуждает, смотрит на тебя. Змея. Вот такая тайна. А вот. Ибо их хвосты подобны змеям, имеют головы. Ими они причиняют вред людям. Вот чем причиняется бред людям? Разрешительная сила слова. А остальные из людей, которые не были убиты этими бедствиями. Обратите внимание, кто не был убит этими бедствиями? Кто дальше живет? Послушаем дальше. Так и не покаялись в делах своих рук. То есть вот эти люди, они защищены от злой энергии. Они каким-то образом умеют защищаться. Так и не покаялись в делах своих рук, чтобы не поклоняться бесам и идолам золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Которые ищут Бога, не Бога, а ищут каких-то других страстей, понимаете? Которые ищут, которые поклонятся идолам. Которые обращаются к гадалкам, обращаются не к тем, кто ищет Бога, понимаете? Обращаются к тем, помимо Бога, искать, понимаете? И они не покаялись ни в убийствах, ни в ворожбе своей, ни в своем блуде, ни в своих кражах. То есть праведник умирает от злых, а вот эти люди живут. А остальные есть люди, которые не были убиты этими бедствиями. Понимаете? У них защита еще есть. Они еще умеют защищаться с помощью вот этих своих дел. Чтобы не поклоняться бесам. Они поклоняются бесам и таким образом как бы защищаются от этой злой энергии. Научились, понимаете, жить. Благодаря злой энергии они защищаются. Вот. И они не покаялись ни в своих убийствах, ни в своей ворожбе, ни в своем блуде, ни в своих кражах. Вот люди спрашивают, а где же правда на земле? Почему так происходит? Вот в 9 главе описана вся правда. Что происходит на самом деле? Словом, убивают. А те, которые такими вещами занимаются, они еще поклоняются бесам, идолам золотым и так далее. И они не каятся ни в убийствах, ни в тайные дела. Потому что мы же не знаем, кто убил зачастую. Но все ж в тюрьме полные людей, которые сидят ни за что. На одного человека вешают несколько убийств, которые не связаны между собой. А убийцы настоящие сходят на собой. Ни в убийствах, ни в своей ворожбе, да, чем в тайные дела человека. Ни в своем блуде тоже тайные дела. Это все тайные дела. Вот. Не в своих кражах тоже тайные дела. Украл, кто нашел вора. Как на милицию отвечает? Меня побили, сумку вырвали, побежали. Мне сразу на второй день позвонили. А, я вышла с больницы. На 10-й день вышла с больницы. Мне звонят. Переходите, закроем ваше дело. Ну, мы не можем найти этого преступника. Как вы не можете найти этого преступника? В этом районе еще пять женщин было побито. Почему вы не можете найти преступника? Понимаете? Ну вот. А кого-то же хотят обвинить. Ну, мне не хватает слов, чтобы сказать это. Понимаете? Вот это тайные дела. Вот эти люди злые, они живут. Они среди нас. А праведники умирают, убитые словом. Сказано в глаз или поза глаза. Вот такой Армагеддон сейчас на земле происходит. А царь земли собирается 31 г. непонятно из какой мысли. Но об этом всем сказано в 16-й главе. Армагеддон. Об этом всем сказано, что царь земли, вот, великий день Бога Вседержителя. Я понимаю, день всех святых. Понимаете? Это день Бога святых, верующих людей. Человечество перекрутил этот день и поклоняется бесам этот день. 31 октября. Понимаете? Вот такая правда. Вот такая правда. И не гневайте Бога, не задавайте ему вопросов, почему так живет. Анализируйте. Будьте благословенны.